Привет, друзья! Хочу сегодня рассказать вам о том, как Австрия справляется с экономическими последствиями коронапандемии в Европе и, собственно, в Австрии. Итак, сейчас пасхальные выходные и сейчас коротко об актуальных цифрах по состоянию на 11 апреля 2020 года. Количество подтвержденных случаев, заболевших коронавирусом в Австрии, растет на сегодняшний момент очень медленно и такая тенденция уже сохраняется неделю, 10 дней. В подтвержденных случаях 13 744 случая, хотя говорят, что непротестированных случаев еще где-то около 20 тысяч. Выздоровевших на сегодняшний момент 6 604 человека, в смертельных случаях 337, госпитализированы 1036 человек и 246 из них находятся на станциях интенсивной терапии. Напоминаю, что население Австрии 9 миллионов человек. Достаточно маленькая страна. Итак, сейчас закончилась четвертая неделя карантина, хотя это мы по-русски так говорим карантин, на самом деле карантин у нас был введен только в Тироле. На всей основной территории Австрии был режим социального дистанцирования, но при этом все офисы, кто могли, перевели своих работников в режим работы домашний офис. При этом уже 4 недели были закрыты все кафе, рестораны, бары, магазины, пункты обслуживания людей, которые не относятся к стратегически важным. Это, конечно же, повлекло за собой огромный экономический кризис и кризис с безработицей. Итак, у нас сейчас в Австрии более 500 тысяч безработных. Это огромная и страшная цифра для Австрии. И такие цифры в последний раз Австрия видела после Второй мировой войны. Бюджет в Австрии есть. Все, кто зарегистрировался на бирже труда, получают пособие по безработице. Пособие по безработице составляет 55% от заработной платы. Те, кто не имеют права получать пособие по безработице, обычно получают социальные выплаты в размере около 900 евро. Итак, безработными в основном оказались как раз те люди, предприятия, которых закрылись. Это работники ресторанов, баров, магазинов, в обслуживающей сфере, очень много в туризме. Остальные же предприятия кто-то просто притормозил свою деятельность, кто-то закрылся добровольно, кто-то работает в прежнем режиме. Но понятно, что не только Австрия стоит на паузе, не только Европа, а весь мир. И, в общем-то, бизнес страдает от этого. А Австрия очень много работает на экспорт. Уже раньше была такая концепция Kurzarbeit, ее сейчас адаптировали к настоящим условиям. Что такое Kurzarbeit? Это программа, которая позволяет предприятиям, даже если они сейчас останавливают или уменьшают свою деятельность, при этом не увольнять работников и не нести большие убытки. Предприятие может зарегистрировать как всех своих работников, так и какие-то отделы или определенных работников на эту систему Kurzarbeit. Что это значит? Kurzarbeit регистрируется на 3 или 6 месяцев. В это время работодатель не имеет права уволить работника. В это время работник получает 80-90% от своей заработной платы. И при этом он может работать от 10 до 90% от своего обычного рабочего времени. Все зависит от того, насколько это нужно предприятию. Так, например, работник зарегистрирован на 10%. Это значит, что он в эти 3 месяца должен отработать свои 10% от рабочей недели, рабочего месяца. Он их может отработать как в первую неделю, так и в последнюю неделю, или пропорционально разбить это время на все время, это Kurzarbeit. Что же здесь выгодно от предприятия? Предприятие не теряет своего работника. После того, как кризис закончится, ему не нужно будет искать новых работников. Предприятие при этом платит ему заработную плату в размере отработанных часов. Если работник зарегистрирован на 10%, то предприятие платит ему только 10% заработной платы. При этом предприятие не платит налогов и платит социальные выплаты только на эти 10%. Остальные же проценты получает работник от службы занятости. На это правительством Австрии выделены огромные деньги, это была первая мера, которую приняло правительство. При этом даже предприятие, которое сразу же уволили своих сотрудников, была дана возможность их забрать обратно и зарегистрировать по этой системе курс арбит. Это очень удобно и выгодно всем. Следующая очень сильно пострадавшая категория людей, это мелкие предприниматели, которые работают сами на себя, а также деятели искусства, деятели свободных профессий, у которых также не осталось никакого бизнеса, они сидят дома и при этом не могут себя зарегистрировать на курс арбит и так далее. Для таких категорий легально работающих в Австрии предусмотрена другая программа, она называется «Хиэте фаль фонды». И программа разбита на несколько этапов. В первом этапе такие люди получают просто выплату в размере от 500 евро, и на втором этапе получают также помощь, размер которой зависит от предыдущих доходов. И тут, конечно, многие мелкие предприниматели начали возмущаться, что они ничего не получают, потому что в предыдущие годы они не показывали никаких доходов. Но тут такая неприятность. При этом они могут остановить свою такую предпринимательскую деятельность и зарегистрировать себя на бирже труда как безработной, и получать там социальную помощь. Также правительство Австрии совместно с экономической палатой, которая представляет интересы предпринимателей и предприятий, разработало программу фондов помощи. Что это значит? Предприятия гарантированно получают кредиты на покрытие своих фиксированных плат, на выплат зарплат или на каких-то там арендов и для других платежей. При этом банки не имеют права им в этом отказать. Кредиты выдаются под маленькие проценты. Но, в общем-то, в Австрии и так процентная ставка по кредитам очень маленькая. Дальше. Если так получилось, что семья или человек в результате всех этих карантинных мероприятий в связи с пандемией вируса также потерял свой доход или он значительно уменьшился, например, он получает пособие по безработице, которое составляет всего 55% заработной платы, и в моменте эта семья не может, например, заплатить за арендную плату и коммунальные платежи, то во время кризиса они могут не платить эту арендную плату и обязаны ее заплатить позже. В подобной ситуации могут оказаться те, кто купили свое жилье в кредит. Для таких лиц предусмотрена возможность не платить тело кредита, а платить только проценты. При этом это не на усмотрение банка, а гарантированное право платить в период кризиса только проценты. Естественно, если такие лица экономически не пострадали в этот период, то есть они продолжают точно так же работать, получают такую же зарплату, то к ним не применяются эти поблажки. Ну и, естественно, в этот сложный для всех период есть много различных инициатив, которые характеризуют, в общем, австрийское общество. Кто-то помогает своим соседям, которые находятся в зоне риска, то есть пенсионерам или больным покупает продукты. Вот у нас сейчас разработана целая платформа для того, чтобы приобретать продукты локального производства и доставлять их на дом. Причем это речь идет не только о продуктах питания, которые вы можете сейчас доставлять себе прямо от фермеров, без посредников, и не нужно идти в магазин или на рынок, но речь идет также и о других товарах, которые производят местные производители. Очень популярная сейчас тема, люди покупают сертификаты на товары или услуги, которые они потратят позже, после того, как закончатся все эти карантинные меры. Например, они покупают сертификат на поход в ресторан или сертификат на какую-то денежную сумму, которую они потом обналичат в каком-то магазине и так далее. В общем, таким образом люди пытаются поддержать своих местных предпринимателей. Ну и что еще у нас из хороших новостей? Как и прежде, у нас нельзя встречаться с теми людьми, с которыми вы не живете в одной квартире, в одном доме. Нужно соблюдать дистанцию и так далее. Но при этом после Пасхи начинают постепенно открываться некоторые магазины и пункты обслуживания. Так это все введено постепенно. Вначале будут открываться магазины, которые имеют общую площадь до 400 метров, потом постепенно будут открываться парикмахерские и так далее. Там тоже в этих магазинах должно быть обеспечено, что на одного покупателя или на одного клиента должно быть минимум 20 квадратных метров. Далее к середине мая планируется открытие уже всех магазинов. Выпускные экзамены в школах переносятся. Уже известно, что университеты в этом семестре не будут работать очно. Все будет только онлайн. В общем, такие у нас новости в Астрии на сегодняшний момент. Всем счастливой Пасхи! Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм или на фейсбук. Там больше актуальных новостей в сторис. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!